Крупные пожары, наводнения, аварии на междугородних трассах с большим количеством пострадавших, которым необходима оперативная медицинская и психологическая помощь. Спасением жизни людей в случае серьезных чрезвычайных происшествий занимается подразделение Комитета по чрезвычайным ситуациям Центр медицины Катастроф. Медицина Катастроф – это не просто скорая помощь, это медицинская помощь в экстремальных условиях. Она была создана в 1994 году. Специалисты Центра отвечают за быструю и эффективную помощь населению при любых видах массовых поражений, стихийных бедствиях, технологических и транспортных авариях, землетрясениях и террористических актах. С начала 2018 года сотрудники Центра совершили более 1300 выездов на место происшествий. Оказана помощь 1040 пострадавшим, среди которых около 100 детей. Особенно усиленно пришлось работать весной, когда начались серьезные подтопления в регионах. Весна 2018 года для Восточно-Казахстанской области стала настоящим испытанием. Она началась сильным снегопадом. Спустя несколько дней заметно потеплело и все начало таять. Усугубил ситуацию проливной дождь, который шел без остановки несколько дней. В ликвидации последствий были задействованы силы и средства гарнизона службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а также сотрудники Центра медицины «Катастроф». Сместным и справедливым органом предпринимаются меры по расчистке автомобильной дороги дополнительного проезда к селу, потому что данный мост находится временно ограничено в движении. Ситуация стабильна, находится под контролем. Посты выставлены полицейские и департаменты. Бригады экстренного реагирования Центра медицины «Катастроф» работали с начала паводкового периода, круглосуточно оказывая медико-психологическую помощь пострадавшим от паводков, в том числе и сотрудникам аварийно-спасательных служб. В основном при обращении к медикам-спасателям люди жаловались на переохлаждение, повышение артериального давления и стрессовое состояние. Для снятия стрессовых реакций экстренную консультацию психологов получили почти 100 человек, в том числе 25 детей. Каждый день в дежурную службу Центра медицины «Катастроф» экстренные службы 103 и 112 передают сотни звонков. Как правило, это сообщения о пожарах, ДТП, несчастных случаях на производстве и в быту, а также попытки суицида. При дорожно-транспортных происшествиях на место выезжает бригада в составе спасателей, фельдшера и по необходимости психолога. 16 подразделений Центра медицины «Катастроф» располагаются в каждой области, а также в Астане и Алматы. Кроме того, в 2011 году была создана служба экстренной транспортной медицины. На данный момент на 40 наиболее аварийно опасных участках дорог страны установлены трассово-медико-спасательные пункты. В общей сложности 738 сотрудников Центра оказывают неотложную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Это люди достаточно самоотверженные, которые зачастую в выбыток своего времени, силам, физическим, эмоциональным работают на износ примеров масса, когда идёт отработка, допустим, каких-то крупномасштабных ЧАЭС, когда психолог у нас успевает поработать при очном взаимодействии, оказывать экстренную психологическую помощь, работать на телефоне горячей линии, тоже показания экстренной и информационно-разъяснительной помощи людям. И работают ещё и с личным составом, которые участвуют в непосредственной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Отбор спасателей и медиков для службы в Центр медицины катастроф очень жёсткий. Кандидат должен иметь хорошую физическую подготовку, крепкое здоровье и устойчивую нервную систему. Наши специалисты обучаются также на кафедрах по повышению квалификации. У нас просто есть особенность, которую получаются они в практике. Они там получают теоретическую базу. На практике мы сами друг друга дополняем. Для этого государством в своё время очень хорошо было чтобы мы уделяем внимание на выделение транспорта. Создание системы транспортной медицины стало одним из важных направлений работы Центра медицины катастроф, поскольку аварии на республиканских трассах происходят довольно часто. И, как правило, среди этих дорожно-транспортных происшествий большое количество лобовых столкновений, в результате которых многие пострадавшие получают тяжёлые травмы. При этом люди часто оказываются заблокированными в машинах. И для их извлечения необходимо проводить экстренные аварийно-спасательные работы. В режиме круглого суток оказывают всю необходимую неотложную помощь. При ДТП тот же спасатель помогает деблокировать, разъединять, извлекать от их пострадавших под дальнейшим оказывается медицинская помощь специалистами и медиками. И доставляется в ближайшие лечебные учреждения. Радиус действия одного трассового медико-спасательного пункта – 50 километров. Но при экстренной ситуации спасатели выезжают и дальше. Придорожные пункты оснащены всеми медицинскими и техническими средствами. Трассовый пункт – это модульное здание, состоящее из нескольких отсеков. Это непосредственно медицинский модуль, это жилой блок, это гараж. И вертолетная площадка предусмотрена для того, что если в случае необходимости можно было эвакуировать пострадавшего в воздушном транспорте. В трассовых пунктах работают бригады в круглосуточном режиме. Работают они 24 часа в день и все дни в году вахтовым методом по 15 дней. У них имеется полный арсенал спасательного оборудования. В этом и уникальность имеющегося медико-спасательного ренеймобиля, что у него помимо отсека, где предусмотрено медицинское оборудование, место для размещения пострадавших и бригады, в том числе и специальный отсек, где есть спасательное оборудование. За 6 лет работы бригадами трассовых пунктов оказана медицинская помощь более 20 тысячам пострадавших. Госпитализировано более 6 тысяч человек. Такие же случаи у нас были и с инфарктом миокарда люди обращались, острый коронарный синдром, инсульт у человека в дороге мог случиться. То есть в любой ситуации, если вы находитесь где-то вблизи от трассового пункта, вы можете обратиться, и вам бесплатно, круглосуточно будет оказана медицинская помощь. На кардинской трассе было. Российский дальнобойщик ехал, просто пожаловался, потому что недомогание. Сняли ЭКГ, прединфаркция состояния, его остановили, положили в госпиталь в больницу. Конечно, с улучшением передали в Российскую Федерацию. Зато человек не умер и не создал аварийную ситуацию на дороге. В данной службе работают не только медики и спасатели. Огромная роль отведена психологам. Ведь чрезвычайные ситуации любого характера – это большая нагрузка на психику человека. Психологическая служба Центра медицины «Катастроф» имеет в своём арсенале передвижные лаборатории и комнаты психологической разгрузки для быстрого реагирования в нештатной ситуации чрезвычайного происшествия. Медики решают задачи организации и оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населению, а также психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников аварийно-спасательных подразделений, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Очень хорошо в таких случаях помогают самоприказы. То есть вы, насколько это, опять же, повторюсь, возможно, пытаетесь контролировать своё поведение и приказываете себе. Можно называть себя по имени и говорить им. К примеру, да, Аня, успокойся. Успокойся, возьми себя в руки. То есть один из вариантов – это самоприказы. Другие есть варианты – дыхательные упражнения. То есть здесь необходимо дышать. Как правило, мы дышим в этом случае неглубоко, периодично. Неглубокий вдох, неглубокий выдох. Так несколько раз повторяем. Организм должен отреагировать именно на сбалансированное дыхание. По мнению сотрудников Центра медицины «Катастроф», если человек не специально обученный медик или спасатель, экстренная ситуация, вероятно, покажется ему хуже, чем она есть. Особенно, если есть переломы или кровь. Поэтому важно всегда быть на чеку и ожидать худшего. Но при этом помнить, что, возможно, не всё так ужасно, как кажется на непрофессиональный взгляд. Специалисты считают, каждому казахстанцу не помешало бы хоть раз в жизни пройти обучение основам первой помощи. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова